Экспозиция в 220 номере, он у нас базируется на акустике Чезаро, это новая акустика для российского рынка. Несмотря на ее итальянское название, это производителем является немецкая компания. Компания, которая имеет не очень большую историю, порядка 15 лет, но тем не менее она уже завоевала достаточно серьезный авторитет на международном рынке. Особенно в Юго-Восточной Азии, в Соединенных Штатах, сейчас у них позиция очень прочная. Это акустика премиум сегмента, стартовая цена 32 тысяч евро, начинается и до 825 тысяч евро. Есть модель заказная для экстравагантных миллионеров. Виниловые вертушки мы представляем две компании, но на выставке мы показываем всего лишь одну, это компания TW Acoustics. Вертушки называются Raven, тоже немецкого производителя. На сегодняшний день они в рейтинге трех лучших мировых производителей по соотношению цена и качество. Цифровой источник, чем отличается, это делает, конечно, фанатик этого своего дела. Человек, который вырос на рок-музыке, прекрасно понимает, как она должна воспроизводиться. Можно некие аналогии проводить со старой японской компанией Micro Seiki. Это может быть взяты на вооружение, некие принципы. В общем, в целом, делается это все несколько иным способом. Высокопрецензионная техника, прекрасные моторы, которые компания изготавливает и поставляет даже другим компаниям производителей виниловых картошек. В цифровом тракте у нас среднеценовой категории бренд Lektor, который известен в мире как убийца дорогих проигрывателей. Вот это транспорт, вот конвертер ламповый. Это достаточно известная уже компания в мире тоже. И в России сейчас уже завоевал популярность, в силу того, что цена не очень высокая. И действительно качество, прекрасный звук дает очень близкий к аналогу. Собственно говоря, к чему все стремятся, производители цифровой техники. Усилительная техника представлена здесь компанией NIT, Nat Audio, Nikish Audio Team, производитель сербский. В течение последних четырех лет вышел на мировой уровень, завоевал кучу признаний в мировой прессе, в том числе стереофайле с несколькими компонентами. Стойки, на которых базируется аппаратура. Эти стойки традиционны для компании Хайнцентра. Уже мы более 12 лет работаем с компанией ТАОК. Это подразделение Тойота и Синта КАОК. Поставляем на российский рынок стойки нескольких различных ценовых категорий. от самых достаточно простых. И кабели традиционно для нас AcroLink, бывший AcroTec, с которым мы уже сотрудничаем более 15 лет. Мы являемся на европейском рынке основным дистрибьютором по своему уровню и по объему продаж. Компания отличается от других производителей кабелей тем, что проводник оригинальная медь, которую производит Mitsubishi Cable по их спецификации. Они уже много лет сотрудничают в плане разработок и производства. Очень серьезная компания. Я думаю, потенциал ее настолько серьезен, что другие производители кабеля не могут похвастаться этим. Так же, как производители стойка. Потому что подразделение Тойота это совершенно иные ресурсы. Это исследовательская база другая. А Mitsubishi Cable это ведущая компания в мире по производству цветных металлов. И в плане исследователей тоже достаточно сильно. Мы уже много лет занимаемся рупорной акустикой. Прошел целый ряд брендов через нас. Это и Radeon, который мы раскручивали, и компания Blumenhofer. И более 5 лет мы занимались компанией Clipsch. Это более такой массовый продукт. Бизнес был весьма успешен. Поэтому практически вся экспозиция на выставке строилась на базе рупорной акустики. Это тоже люди и Cezara и Maxoni, которые мы представили на минус первом уровне. Это совершенно нестандартные люди с нестандартным подходом. Вот. В общем, по отзывам посетителей выставки компания Cezara завоевал наибольшую популярность среди посетителей выставки по своим звуковым качествам. Возвращая его обломка и пьесар от вас Ohey. Возвращая его обломку. Возвращая его сgem Subpen, Продолжение следует...